Вот хитрая конструкция. Маятниковая пила. Сварганили какую-то тумбочку с какого-то 25-го уголка. Что-то тут использовали уже бэушное. Или подстиралку делалось или еще что-то не помню. В общем была такая тумбочка. Вот обшилили сороковой доской. К этой тумбочке сделали вот такую вот г-образную хрень с 50 трубы. С 50 трубой мы сделали. Стоечка и на этой стоечке, вот у нас маятник рулевой Жигулевский. К нему приварена вот такая вот из сороковой трубки конструкция. Вот такая конструкция сделана. Захваты прям под ручки шлифмашинки. Стандартные ручки. Родное крепление закручивается. Одна и снизу вторая. С другой шлифмашинки. То есть получилась у нас вот такая конструкция. Вот она едет. Пружинка выскочила у нас. Сейчас мы поправим. Пружинка на булочке одевается. Вот она. И все. Чего-нибудь вкладываем, подвкладываем и соответственно. Чего? Включаем. Бзюф. Бзюф. Орезаем. Сейчас света нет, выключили. Вот. А если у нас для вот этой вот скобы, если под заглянуть заглянуть, значит есть вот такая она конструкция. На двух болтиках. Если откручиваем вот этот данный болтик, он сгибается у нас. Уходит вот туда, под вот этот болтик. И получаем мы тогда что? Правильно. Рез под 45 градусов. А что еще надо? 90 и 45, а больше нам ничего и не надо. До сельской местности, как говорится, да? До строительства ангаров или еще чего-нибудь. Вот такой вот интересный девайс маятниковая пила из обычной шлифмашинки. Ну и есть еще вот такой вот интересный девайс. Вот такая вот штука. Это у нас называется профиль гип. Сделан он из отработавших свое время шестеренок газораспределительных механизмов. Вот одна шестереночка. Вот так одна, вторая. Один внутренняя сторона зуба спилена, внутренняя сторона спилена и упорно тоже. Вот. И получается, что мы туда можем заложить какую-то трубу. Вот чтобы она поместилась. Вот у нас поднимается, крутится. Вот. Вставляем, поджимаем. Ну вот. Хорош, хорош. И вот начинаем крутить. Ну и вот проталкивать надо, потому что привод всего на одно колесо. Недостаток этой конструкции. Вот. Ну, это она у нас сделана под... Не-не-не-не-не-не-не-не-не надо это... Виталий Борисович, круглую трубу он катать не будет, потому что он сделан под плоскую. Чисто под плоскую трубу. Вот. Вот при помощи вот этой вот профиля гиба из плоской трубы нами были согнуты вот такие вот арочки. Ну вот. Вот на данном автомобиле вот у нас согнуты вот эти вот арочки. Вот они. Вот когда она загибает, внутренний угол проваливается. Вот. Вот таким образом мы делаем кромку крыла. Вот. Согнули на профиля гиби, где-то молотком, где-то тисочками поджали. И этой трубочкой обозначаем воображаемый, ну вернее как, или физический край крыла от бортовки. Так как это все же гнило, деталей нет. Вот. Ну, это уже восстановление автомобиля. А сейчас мы просто рассматривали... Рассматривали вот эту вот конструкцию. Вот там привод у нас с ручки, маленькие шестеренки газораспределительные. Вон у них в зацеплении идут. Это опорный ролик. Вот. Ну, могут сказать, что надо поставить шестеренку одну, вторую, там цепь натянуть и так далее. Да, вполне вероятно. Ну, это упрощенная конструкция. Она нужна раз в полгода. Не каждый год приезжают вот эти древние автомобили. Так что прокатать две арки не составляет труда. А вот у нас шлифмашинка и снята. Вот они выкрутились. Стандартное вот крепление для машинки. Когда их выкручиваем, у нас остается вот такая конструкция. Вот она. Что-то шевелится, крутится. Вот он. То есть вот такой вот простейший механизм. Ну, все на сегодня.